Музыка Коллеги, здравствуйте! Давайте поговорим про Swagger как про инструмент обеспечения безопасности. Зовут меня Петр Ильич Сергей. Разработкой я занимаюсь более 20 лет. Я работаю в компании Squad, и мы разрабатываем систему защиты RSTPI. И, собственно, про защиту мы сегодня и поговорим. Итак, давайте познакомимся, что же такое Swagger, кто он такой, может быть, он среди нас, где-то в этой комнате. Если этот вопрос задавать в айтишном мире, то он вызовет странные вопросы, потому что со Swagger там все знакомы. Однако в мире ИБ Swagger может быть не так популярен. Это примерно то же самое, как в мире ИБ задавать вопрос, что такое СМ, а в мире ИТ этот вопрос будет более чем уместным. Итак, что же такое Swagger? Видим, вот выглядит он таким вот образом. Это его UI. Не очень понятно пока. Давайте попробуем перейти на сайт производителя. И видим, что это Suite of API Development Tools. Ну, теперь-то становится совсем все понятно. Что ж, какие-то вопросы, все ясно. Ну, что конкретно-то? И тут вот, если мы обратимся к любому айтишнику, то получим примерно такой вот ответ. Swagger – это, конечно же, инструмент для такого вот активного документирования API. Документация, которая обновляется по мере развития вашего приложения. И причем через эту документацию можно отправлять те самые запросы. Санартный tool для разработчиков, аналитиков, тестировщиков. Также вам очень часто скажут, что это штуковина для генерации кода API. Вы отдаете кому-то Swagger схему, каким-то вашим контрагентам, и они достаточно быстро смогут сделать код для интеграции с вами. Все это так. Однако мы в компании Squad считаем, что Swagger можно применить в том числе и для защиты API. И как же мы это будем делать? Давайте разбираться. Для начала посмотрим на типовую схему любого современного приложения с REST-энтрофейсом. Тут неважно, какой язык программирования вы применяете, какую платформу. Все плюс-минус одинаково. REST-клиентом может быть абсолютно любое приложение, или это может быть браузер. Любой контрагент может быть с REST-энтрофейсом, отправлять вам запросы. Что же касается приложения, да тут можно выделить две основные компоненты. Во-первых, это Application Server, то есть такая вот инфраструктурная штуковина, которая занимается HTPitch-ным протоколом и берет на себя все основные функции, такого сугубо технического утилитарного рода. Тут зависит от платформы. Это может быть в мире Java, Tomcat, Jetty, Netty. Это может быть Node.js в мире JavaScript, или Unicorn, Unicorn. В общем, тут вариантов много. И вторая часть приложения – это вот какая-то прикладная логика, ради чего, собственно, приложение делалось. Почему я единое такое приложение разделил на две части? С точки зрения информационной безопасности, ну это что-то единое целое, зачем тут выделять какие-то части? Однако с IT-шим точки зрения, с точки зрения разработки, это действительно две большие части. И в частности это проявляется в том, что тестирование очень редко занимается тестированием, собственно, вот этого левого инфраструктурного квадрата. Ну потому что это же сделала компания Pivot, например, разработчик Spring, или еще кто-то. Зачем этот код тестировать? Все сосредотачиваются именно на прикладной логике. Однако, если мы откроем список CVE-шек, и, допустим, за этот год обнаружим, что и в аппликейшн-северах популярных в том числе находится достаточно много уязвимостей. Поэтому хорошо бы обращать внимание с точки зрения ИБ не только на прикладную логику, но и на аппликейшн-северах. Ну и разработчикам, и тестировщикам, всем, кто этим занят, тоже неплохо бы думать о том, что кроме прикладной логики есть еще и аппликейшн-северах, которые так или иначе, про них не стоит забывать. И как же мы теперь применим все эти знания к нашей практической задаче? Как мы сможем повысить с помощью свайгера защищенность нашего приложения? Если мы посмотрим на разные всякие классификации атак, угроз и так далее, всяких разных сливов, то мы можем все достаточно очень хорошо обозначить. Всякие разные уязвимости, угрозы – это выполнение какого-то непредусмотренного действия. Ваше приложение не должно было отдавать пользовательские данные, оно почему-то отдает. Или наоборот, должно отдавать, но не отдает. То есть оно делает то, что непредусмотрено. Ну или, по-другому говорить, как-то работает не совсем так, как вы его ждали. И большинство угроз как раз и нацелены на то, чтобы как-то спровоцировать это приложение. И какие есть варианты? Опять же, если смотреть с металлодической точки зрения, о чем уже не раз говорили и вчера, и позавчера, и сегодня, то одна из ключевых методик, как предотвратить какое-то неприятное воздействие – это сформировать белый список. Или, по-другому, запретить все то, что не разрешено. Если это не разрешено, значит, запрещено. И таким образом можно в ряде случаев защититься не от того, что мы знаем, а от того, что еще мы и не знаем. И какое отношение это имеет к свагеру? Что же такое свагер? Давайте еще раз вернемся к этому вопросу. Мы на первом сваге видели, что это такой UI, которым пользуются разработчики, тестировщики, аналитики. Но мы с вами видели такое человеческое представление этого инструмента. Если кликнуть на ссылочку вверху любой свагерной страницы, то вы получите свагерную схему. Чисто технически это просто текстовый файл в формате JSON или формате YAML, в котором будет список допустимых запросов и параметров этих самых запросов. И вот сейчас мы вспоминаем, что на предыдущем слайде мы говорили про белый список. И вот, пожалуйста, есть у нас некий белый список с запросами и ответами. И что же у нас получается? Что мы свагерный список параметров и запросов можем использовать как тот самый белый список, относительно которого будем проверять все входящие в наше приложение запросы. И таким образом мы придем к такой схеме. Наше тоже самое приложение, причем, обратите внимание, мы приложение никаким образом не модифицируем. Оно как есть, так и есть. Не надо его менять. Однако мы из приложения берем свагерную схему. Что значит берем? Это значит, что мы кликаем на свагерную интерфейс. Вот она у нас, эта схема в руках. Эту свагерную схему мы помещаем в специальный свагерный анализатор. Что это такое свагерный анализатор? Это отдельно стоящее приложение, которое принимает все входящие запросы. И если запрос соответствует тому самому белому списку, то запрос идет в приложении. Если же не соответствует, значит не идет. Чем хороший подход? То есть можно подумать, что поскольку свагер это такая вот штуковина из этичного мира, то она как будто бы нам поможет защитить только программную лодику. Очевидно, что про application server она еще не знает, как же она будет защищать. Но если мы выносим защиту за периметр нашего приложения, то она начнет работать, очевидно, обрабатывать запросы до того, как они дойдут до application server. И таким образом все запросы, не соответствующие критериям, до нашего приложения просто не дойдут. И какие все-таки плюсы у такого подхода? То есть можно ли считать свагерный анализатор такой вот идеальной функцией, которая защитит нас от всего? Ну, конечно же, нет. Нельзя говорить, что есть какое-то абсолютное средство, которое от всего подряд защищает. Однако свагер существенно упрощает жизнь. В чем это упрощение заключается? Ну, начнем давайте с конфигурации. Вот у нас есть свагер-анализатор, его надо, наверное, как-то настроить. Если мы возьмем любой IB-шный тул, практически любой, то в случае с UI это будет безумное какое-то количество всяких разных чекбоксов, комбо-боксов. Там их просто будет как звезд на небе и попробуй там узнай, как их там расставить в нужном порядке. Если мы берем какие-то конфигии, то это часто похоже на послание с планеты Таукита. И таким образом нам нужны специально обученные люди, которые смогут настроить этот тул. А потом нужны будут другие или, может быть, те же самые люди, которые будут трактовать, что этот тул выдает. Вообще проблема – это не проблема. Как можно работать со свагер-анализатором? Прелесть этого подхода в том, что тут все максимально просто. И мы, в частности, в компании придерживаемся такого подхода, как мы увидели бы идеальное применение этого инструмента. Во время деплоя, то есть разворачивания приложений, свагерная схема в рамках pipeline CACD передается в свагер-анализатор. Свагер-анализатор хранит свой конфиг DT, поэтому очень легко на этапе деплоя подложить новую схему и, в общем-то, все. То есть функция настройки заключается в том, что надо из приложения просто свагерную схему взять и переложить в анализатор. Кто-то, конечно, может сказать, что у нас вот legacy приложение или приложение от вендора, ну и нет там никакой свагерной схемы. Тут, конечно, возникают вопросы, поскольку свагерная схема, это, в общем-то, сейчас применение свагера не то чтобы с практиц, это обычное явление современной разработки. Но, тем не менее, жизнь бывает всякая, жизнь тяжела, жизнь боль, и что же делать в этой ситуации? В этой ситуации тоже есть вариант решения. Если есть приложение, но нет на него свагерной схемы, то такую свагерную схему можно построить. Это не является каким-то rocket science, чтобы нам получить свагерную схему, надо вместо свагера на первом этапе подставить другую компоненту, которая соберет все входящие запросы и на основе входящих запросов подготовить ту самую свагерную схему. Дальше можно будет корректировать и запустить по привычному пути. Чем еще хорош свагерный анализатор? Он помогает не только и бэшникам для решения проблем уязвимости и так далее. Свагер-анализатор помогает и в типично айтишных проблемах. Например, вот проблема саппорта. Открывает или инженер поддержки, типично айтишной поддержки, никакого отношения к ИБ не имеющий, или, допустим, разработчик открывает лог приложения и видит, что там 100 500 ошибок или 404 и так далее. Что с ним делать? Какие-то эти ошибки правильные, какие-то неправильные. Что значит правильные и неправильные? Правильные ошибки – это когда вы отправили элитийный запрос и приложение почему-то упало. Такое бывает. Ситуация может быть и другая. Изначально ваше приложение отправили элитийный запрос и приложение не смогло его оборваться, потому что просто не рассчитано на такой запрос. Причем такие запросы могут быть как изначально вредоносными, с какой-то такой нехорошей целью, так и могут быть просто ошибочными. Допустим, вы работаете в замкнутом периметре, внутри корпорации. Другой РС-клиент – это приложение вашей коллеги с другой командой. Ну вот что-то у них пошло не так, и они почему-то отправляют вам неправильные запросы, и вы получаете миллион пятисоток. И вычленить, что из них нужно, что не нужно, опять же, может быть проблемой. Но если на этапе свагера-анализатора вы отсечете все, что явно не относится, то жизнь становится проще. Но это с точки зрения эксплуатации, с точки зрения выискивания проблем. Чем свагер-анализатор может помочь с точки зрения утилизации ресурсов? Предположим, что у вас типовой современный сетап, и вы используете кластер кубернетисы, причем там у вас еще, допустим, автоскеллинг работает. Ошибочные запросы, которые пришло в ваше приложение, увеличивают количество потребляемых ресурсов, и таким образом, в зависимости от ситуации, у вас приложение может или упасть, потому что умтиллер, допустим, его прибьет, или начнет автоскеллироваться, или, может быть, у вас в кластере начнется троттлинг. То есть вот этот поток неправильных запросов в ваше приложение повлияет не только на ваше приложение, но и на приложение, рядом стоящее в этом же кластере кубернетисе. Чем тут хороший свагер-анализатор? Тем, что он прервет поток этих запросов, и таким образом позволит более эффективно утилизировать ваши ресурсы. Ну и в завершении хочется отметить документ. Часто возникает вопрос, а вот свагер-анализатор, насколько тяжелая и сложная штука, сколько он вообще может обрабатывать запросов. С точки зрения разработки, свагер-анализатор – это чистая функция, стоит лиц, поэтому в случае необходимости его очень легко скалировать и масштабировать приложение так, как это необходимо. Итак, подводя итоги, мы можем сказать, что применение свагер-анализатора позволяет не соревноваться в скорости реакции на известные уязвимости. Свагер-анализатор позволяет реагировать еще на неизвестные проблемы и таким образом улучшать безопасность приложения. Если у вас появляются вопросы, то вы всегда можете им написать, воспользовавшись контактами. Коллеги, спасибо. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok